Я Анна Мачух, исполнительный директор Украинской киноакадемии, а также соосновательница платформы Zyga MDB. И сегодня в рамках круглого стола мы поговорим о возможностях сотрудничества между Украиной и Казахстаном в сфере киноиндустрии. И начнем мы наш круглый стол с выступлений, презентаций возможностей индустрии Украины и Казахстана. Двух спикеров. Анны Качко, продюсера, советника-председателя правления Государственного центра поддержки кино Казахстана, а также куратора международной стратегии. Анна, доброе утро. Доброе утро. И второй наш спикер – это Юлия Сенкевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, а также член наблюдательного совета Украинской киноакадемии. Юлия, доброе утро. Доброе утро. И начнем мы с презентации Казахстана, поэтому, Анна, передаю тебе слово. Всем здравствуйте. Очень рада приветствовать всех здесь специалистов, продюсеров из киноиндустрии Казахстана и Украины. Какое-то время назад мне пришла в голову мысль, так как у нас сейчас есть такая возможность общаться в онлайне, использовать это для этой встречи, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день достаточно серьезно развивается киноиндустрия в обоих странах. Сделаны за последние годы ряд изменений, они много обсуждаются, достаточно активно, мне кажется, происходит работа среди продюсеров, среди кинематографистов в обоих странах. И, конечно же, уже какой-то имеется опыт сотрудничества, о котором мы тоже сегодня расскажем. И поэтому мне показалось очень важным, пока еще вот мы находимся в таком домашнем, домашней жизни, именно организовать эту встречу, чтобы, в первую очередь, продюсеры, то есть люди, которые двигают индустрию вперед, смогли встретиться, познакомиться, пообщаться. Поэтому я тоже всех сегодня призываю, и тех, кто участвует непосредственно, и тех, кто нас смотрит, пишите, звоните, мы будем предоставлять все контакты, все возможности, чтобы вы дальше продолжали свое общение. А теперь я бы хотела рассказать о тех преобразованиях, которые произошли в Казахстане, так как представляю я непосредственно Государственный центр поддержки национального кино, также являюсь продюсером и сделала какое-то количество фильма в Казахстане. Хочу поделиться с вами с теми новшествами, которые произошли, с теми возможностями, которые есть сегодня в Казахстане. Ну и начну, наверное, с того, чтобы показать ролик на русском языке, который у нас есть про Казахстан. Давайте покажем. Казахстан обладает огромным потенциалом, использование которого выгодно не только в экономическом плане, но и в популяризации. После принятия закона о кино в январе этого года существует огромный интерес от зарубежных киностудий. В законе прописана субсидия – возврат инвестиций для иностранных кинопродюсеров в размере 30%. Казахстан может стать интересен иностранным кинематографистам, во многом за счет природных фантастических ландшафтов. И здесь можно снимать невероятные по своей красоте кадры. Субтитры создавал DimaTorzok Следы затонувшего леса. Величественные зеленые исполины стоят словно стражи озера. Кажется, что время здесь просто остановилось. Пять миллионов лет назад Устюрт был покрыт водой. Здесь бушевал океан. Словно бросили на Марсе, так выразился британский экстремал-путешественник Эд Стаффорд, ведущий шоу на телеканале Discovery. Чарынский каньон, история которого насчитывает 12 миллионов лет, считают собратом знаменитого Гранд-каньона в Америке. Когда-то здесь было огромное Ильийское озеро, которое со временем высохло и оставило после себя еще одно чудо Казахстана. Компания Netflix снимала здесь один из эпизодов исторического сериала о путешествии легендарного Марка Пола. Кажется, Казахстан на пороге становления быть новым крупным игроком на рынке кино и телевидения. Он очень отличается. И это то, что делает его таким чудесным. Его способность демонстрировать эти завораживающие, прекрасные места, которые мало кто видел до этого. Ну вот такой вот ролик вы посмотрели. Сейчас я хочу показать вам небольшую презентацию, буквально на несколько минут, и после этого с удовольствием отвечу, если будут какие-то вопросы. Так что давайте запустим презентацию. Давайте дальше. Дальше. И следующий слайд. Это небольшая информация. Я думаю, что наверняка вы все знаете, но все равно проговорю, что Казахстан, конечно, находится в Центральной Азии. Это огромная территория. Население Казахстана около 19 миллионов человек. И что очень важно, это более 130 национальностей и этнических групп. А территория, в общем-то, она является девятой в мире. И в Казахстане говорят на казахском и на русском языках. Давайте дальше. Дальше. И то, что мне показалось важным, и думаю, вы меня в этом поддержите то, что, конечно, есть много точек сприкосновения между Украиной и Казахстаном. В первую очередь, это некое объединяющее культурно-историческое наследие, возможность общаться на одном языке, как вот мы сейчас это делаем. Также существует уже многолетний опыт сотрудничества между профессионалами в аудиовизуальной сфере. Это в первую очередь и те, кто занимается рекламой и музыкальными роликами. Это сотрудничество происходит давно и очень успешно, насколько я знаю. И поэтому хотелось бы его продолжить именно уже в сфере кино. Ну, а дальше вы видели ролик. Конечно же, уникальные природные локации Казахстана, совершенно такие пока не востребованные во многом, очень располагающие для съемок. За последние вот уже 15 лет появилось много таких профессиональных групп, которые работают абсолютно так же, как это происходит по всему миру. Много молодых кинематографистов, которые абсолютно могут поддерживать любые мировые, на мой взгляд, технические стандарты. Ну и также по сравнению с другими странами, конечно, в Казахстане достаточно низкие бюджеты производства, что тоже является привлекательным для съемок международных групп. Давайте дальше. так, пожалуйста, подтвердите, слышно ли меня? Да, слышно, все послышно. Да, потому что это тоже важно, чтобы меня было слышно. А теперь расскажу вам про Центр. Значит, Центр национального кино, он был создан в 2019 году, когда был принят Закон о кино. Закон о кино был принят в январе 2019 года, и он достаточно структурировал вообще систему поддержки, создания и продвижения казахстанского кино за рубежом. Значит, чем занимается киноцентр? Вот здесь несколько пунктов. Значит, первое, конечно же, это финансирование фильмов, то есть работают в качестве кинофонда. Один или два раза в году организовывается питчинг, на котором есть разные секции, секции дебютов, коротких метров, авторского кино, коммерческого кино. И также вот была введена на прошлом питчинге секция международной копродукции, которую очень хочется поддерживать, чтобы она дальше начинала работать. И в данной ситуации, конечно, это может быть интересно для украинских кинематографистов. Дальше это система ребейтов, то, что вы видели в ролике. Если вы снимаете на территории Казахстана, то Государственный центр поддержки национального кино обеспечивает вас 30% ребейтов, то есть возвратов от потраченных денег на территории Казахстана. Также была создана национальная кинокомиссия при центре поддержки. Дистрибуцией фильмов занимается центр, вводится система онлайн-билетов ЕАИС. Международное продвижение сотрудничества, конечно, очень важная тоже работа центра. Это непосредственно представление казахстанского кино на всех международных форумах и в Берлине, и в Каннах. И вот именно копродукция, которую непосредственно я стараюсь максимально продвигать с нашим международным отделом. И также мы занимаемся с образованием, то есть делаем совместные программы, воркшопы, тренинги. И вот сейчас, несмотря ни на что, в онлайн-формате достаточно активно это все работает. Давайте дальше. Ну, там был еще слайд, видимо, где я вам всем желала всего хорошего и приезжайте к нам в Казахстан. С удовольствием отвечу на ваши вопросы сейчас и потом уже передадим слово моей коллеги из Украины. Аня, спасибо большое за презентацию. У нас есть вопрос от слушателей. Ребейт работает только при бюджете от 750 тысяч долларов? На сегодняшний день это 850 тысяч долларов при пересчете и всех курсовых ситуациях. Поэтому, да, это минимальная та сумма, которую надо потратить на территории Казахстана. Но надеюсь, что это будет меняться в ближайшем будущем. Спасибо большое. Коллеги, если у кого-то есть вопрос, напоминаю, можно либо поднять ручку в зоне, либо же написать вопрос в общий чат, и мы его озвучим. Так, вопросов мы пока не видим. Тогда у меня есть вопрос. Вот ты говорила о том, что создан национальный центр кинокомиссии. А скажи, пожалуйста, работают ли региональные кинокомиссии в разных регионах Казахстана? Ну, национальный центр кино, он занимается таким достаточно масштабным, у него спектр работ. И просто при центре была создана национальная кинокомиссия, которая как раз занимается тем, что продвигает в регионах создание уже региональных кинокомиссий. На сегодняшний день работает Алматинская кинокомиссия, потому что Алматы – это город, где, конечно, более всего серьезно развита киноиндустрия, и большинство специалистов проживает в Алмате. И вокруг Алматы также природно очень много возможностей для съемок. И надеюсь, что в скором времени заработает это и в других регионах, таких как Мангистау и так далее, где сейчас ведутся переговоры. Спасибо большое. У нас есть вопрос от слушателя, зрителя из Фейсбука. Это продюсер украинский Дмитрий Суханов. Относятся ли затраты на ИП к части квалифицированных затрат для получения кэш-рибэйтов? Есть ли уже первый успешный кейс выдачи кэш-рибэйтов в Казахстане? На сегодняшний день все траты, которые производятся на территории Казахстана, могут быть засчитаны как счет кэш-рибэйта. То есть этот вопрос достаточно хорошо отработан. А с другой стороны, конечно же, так как мы начали работать прошлым летом, и получается 2019 года, то как раз первые вообще съемки и так далее, все было запланировано на весну, потому что весна – это самое весну как раз 2020 года, потому что весна – это самое благодатное и благоприятное время для съемок в Казахстане. И, конечно же, многие вещи пришлось перенести, но я могу даже сразу сказать, что сейчас уже осенью какие-то возобновляются вещи. Нам удалось привезти иностранных специалистов в Казахстан, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию. Поэтому очень надеюсь, что в следующую весну уже будут происходить настоящие съемки, которых мы очень ждем. То есть проекты есть, планы есть, но сейчас ждем, чтобы открылись границы, и можно было легко это осуществлять. Прекрасно. У нас есть комментарии тоже от нашего слушателя в Zoom для Дмитрия Суханова. Суханов, ждем тебя с рекламой. Второй вопрос также у нас есть от Дмитрия. Является ли Казахстан частью Европейской конвенции для возможности ко-продукции? Нет, нет. Казахстан находится на территории Азии и не является частью Европейской конвенции. Но есть другие возможности, которые можно обсудить. Я думаю, сейчас не будем уже нюансы юридические затрагивать, но я с удовольствием их расскажу как-то в частной беседе. Прекрасно. Спасибо тебе большое. Вопрос также от Беллы Терзи. В связи с ковидом, как изменилось госфинансирование кино в Казахстане? Надеюсь, очень надеюсь, что оно никак не изменилось и меняться не будет. Понятно, что проекты, очень многие, которые были поддержаны на нашем втором питчинге. Второй питчинг прошел на первой неделе марта и было поддержано 39 проектов. И, конечно же, они не смогли запуститься, большинство из них. Поэтому многие проекты будут запускаться уже в 2021 году. Но я надеюсь, что все будет происходить в том же русле, в котором это было запланировано. Спасибо. Вопрос от Владимира Филиппова. Анна, чуть подробнее о ситуации с кинопрокатом и о поддержке данной программы. На самом деле этот вопрос волнует многих, потому что даже Украинская киноакадемия писала письмо в поддержку кинотеатров. Какая сейчас у вас ситуация? Ну, пока ситуация как бы не сильно радужная в этом отношении. То есть, в общем-то, я думаю, что мы ждем лучших времен, когда капрокат заработает в нормальной силе, как это происходит и во многих других странах. То есть, в общем-то, достаточно такой момент, о котором, опять же, отдельно я готова проговорить, потому что много делалось и многое делается. Но сейчас пока ситуация такая нестабильная в этой области. Спасибо. Также имеем вопрос от слушателя, зрителя в Фейсбуке. Маруэр Тшалбаева. Сколько в этом году было запущено проектов? Можете анонсировать новые проекты, совместные с зарубежными кинематографистами? Ну, я уже сказала, что было как бы на питчинге поддержано 39 проектов, и на питчинге до этого было поддержано 17 проектов. Все это, конечно, достаточно большая цифра вот так вот для первого такого активного года. То есть, прошло два питчинга. Вот, какое количество конкретно сейчас они были запущены, я вам сейчас сказать не могу, потому что какие-то вопросы, ну, были просто невозможно их осуществить, проекты не запустились в связи с ковидом. Вот, поэтому, ну, опять же, надеюсь, что все эти проекты, на них выделяется финансирование, они все будут запущены либо сейчас, либо на следующий год. Я вот волнуюсь немножко о том, чтобы мы успели всю нашу программу с вами произвести. Да, я с удовольствием как бы на все вопросы отвечаю, но давайте, может быть, мы пойдем дальше и потом еще раз вернемся в конце, когда у нас останется немножко времени. У нас есть еще один последний вопрос, он уже у нас в чате, мы на него ответим и перейдем дальше. Вопрос от Михаила Маргулиса. Анна, какая ситуация с анимацией в Казахстане? Это очень хороший вопрос, потому что как раз вот год назад, когда мы начали работать в центре, мы как-то собрали всех аниматоров и выяснилось, что достаточно много очень интересных есть людей, интересных проектов, интересных компаний. Вот недавно в октябре месяце прошел фестиваль анимационный в Казахстане, где наш центр также выступал партнером. И я думаю, что вы можете, просто с удовольствием мы можем вам выслать всю информацию и с этого фестиваля, те работы, те компании, у нас все это есть, и связать вас с теми людьми, которые занимаются анимацией. То есть мы начали сотрудничество уже с международными компаниями, приглашаем специалистов в Казахстан, и также на последнем питчинге было поддержано сразу несколько анимационных проектов. Прекрасно. Спасибо большое. Как сказала Анна, мы еще, если будет нас время, вернемся к вопросам. Сейчас я передаю слово генеральному продюсеру Одесского международного кинофестиваля Юлии Сенкевич, которая расскажет о возможностях сотрудничества с Украиной. Юлия, тебе слово. Всем еще раз доброе утро. Спасибо, Аня, за презентацию, потому что сразу захотелось поехать в Казахстан, посетить те прекрасные места, действительно удивительные. И я правда верю в то, что у Украины с Казахстаном действительно есть много точек соприкосновения и много возможностей для общих копродукционных проектов. Я вкратце, в основном, конечно же, для наших коллег из Казахстана расскажу, какие есть возможности, прежде всего, финансирования кинопроектов совместного производства в Украине. Украинские продюсеры, конечно же, все это знают. Я попрошу запустить презентацию тогда сейчас, и мы поговорим о том, что же Украина может предложить и каким образом сотрудничает с другими странами. Можно следующий слайд. В целом, уже последние 8-10 лет достаточно много делается для того, чтобы способствовать развитию копродукционных проектов между Украиной и другими странами. Эта деятельность в нескольких направлениях ведется, это и участие в международных программах, это и поддержка отдельных конкурсов для копродукционных проектов, и также работа над кэш-рибейт. Мы все понимаем, конечно же, что копродукция, она увеличивает потенциальную аудиторию фильма, расширяет потенциальные рынки дистрибьюции картин, это способствует культурному обмену, поэтому универсальные истории могут быть интересны в двух и более странах, а также это обмен профессиональным опытом, повышение квалификации кинопрофессионалов и, естественно, усиление такой узнаваемости на международном рынке. Поэтому, в общем, Украина достаточно активно пытается интегрироваться в такой мировой контекст с помощью копродукционных проектов. Пожалуйста, следующий слайд. Фильм «Эстальгия» был первым опытом такой официальной копродукции в 2012 году, его было реализовано. Это фильм режиссера Дарья Онищенко, «Копродукция трех стран», и это стал такой первопроходец, в общем, в официальном нашем присутствии как копродукционных проектов. Тогда еще только тестировались возможности пользования Европейской конвенции о совместном производстве, но фильм был достаточно успешен. Пожалуйста, следующий слайд. Эти картины, наверное, одни из самых ярких, которые за последние годы были реализованы в копродукции. Вот один из фильмов, документальная картина «The Earth is Blue is an Orange» английское название Ирины Цилык. Она получила приз на фестивале Sundance, и это действительно такая настоящая копродукция. Вчера этот фильм вышел в прокат, анонсирует для украинских зрителей. Обязательно сходите и посмотрите его. Пожалуйста, следующий слайд. Есть несколько источников финансирования. Прежде всего, конечно же, это государственная поддержка, это возможности получения грантов как в Украине, так и в рамках международных программ поддержки культуры и поддержки кино, и возможности получения возврата, то есть кэш-рибэйты. Давайте попробуем поговорить подробнее в следующих слайдах о том, как и какие вообще есть объемы этого финансирования. Вот цифры за прошлый год, за этот текущий год. Бюджет Государственного агентства Украины по вопросам кино составляет приблизительно 14 миллионов евро. Он был немного больше, но в связи с карантином, с пандемией и секвестром бюджета его было немного сокращено. Тем не менее, несколько конкурсов прошли и достаточно много проектов получили свою поддержку и будут, надеюсь, реализованы. Запланированный бюджет на следующий год 19 миллионов евро и будем надеяться, что он будет утвержден и реализован. Пожалуйста, следующий слайд. Проходят четыре раза в год запланированные питчинги кинопроектов по разным видам, по разным направлениям. В этом году их было два. Поддерживаются игровые фильмы и неигровые фильмы, национальные, копродукционные, копродукционные, мажоритарная и миноритарная копродукция, фильмы-дебюты, которые могут претендовать на стопроцентное финансирование, так же, как и авторские фильмы. В целом, стоит сказать, что есть, по сути, три вида. Это либо стопроцентное финансирование на кинопроекты, либо же 80-процентное финансирование, либо 50-процентное финансирование. Это касается, в частности, например, телесериалов. Достаточно новая для нас история в рамках работы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Тем не менее, все мы понимаем, что телесериалы тоже развиваются, и это, возможно, востребованный будет продукт, особенно для стриминговых платформ и VOD-платформ. Также отдельная есть программа Министерства культуры и информационной политики. Она не является регулярной, но уже есть определенные результаты. Это программа поддержки патриотических фильмов. В этом году это патриотические сериалы. Вот прямо сейчас, насколько я знаю, проходит этот конкурс и бюджет на этот год, который нужно использовать до конца года. Это 3,2 миллиона евро приблизительно. Эта программа не факт, что будет продлена в следующем году, но стоит следить, потому что это также еще один источник финансирования, и это также возможность получения финансирования для проектов совместного производства. Следующий слайд. Много лет боролись за то, чтобы в Украине все-таки ввести, внедрить кэш-ребейт, и разные были цифры, но сейчас на данный момент зафиксировано 25% средств, которые выплачиваются иностранным производителям при условии, если они снимают здесь, пользуются услугами в Украине. Плюс 5% можно также получить при использовании украинской сюжетной линии, так называемый культурный тест. Для Украины это еще новая история, только один, насколько я знаю, проект сейчас проходит процедуру и, в общем, на себе тестирует процедуру получения кэш-ребейт, но все понимают, что это достаточно приоритетное направление, и я думаю, что в скором времени будет эта система максимально автоматизирована и налажена. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одной институцией является Украинский культурный фонд. Это достаточно большая структура, которая существует уже несколько лет и успешно поддерживает культурные проекты. В разные годы существовали отдельные программы для поддержки кино, для девелопмента, для производства, но на текущий год существует программа поддержки аудиовизуального направления, хотя это не является фильмом в чистом виде, но некоторые проекты, это могут быть, опять же, любые аудиовизуальные произведения, могут быть реализованы, но в рамках одного календарного года. И следующий дедлайн для этой программы будет в середине января, при старте проекта и завершении его до конца 2021 года. Это бюджет на все-все программы, которые предоставляет Украинский культурный фонд, который запланирован сейчас в проекте бюджета Украины на 2021 год. Также я добавлю, что Государственное агентство Украины по вопросам кино также будет проводить конкурс на девелопмент проектов, но, опять же, вся процедура и нормативная база сейчас находится в процессе разработки, и, надеюсь, будет тоже реализовано в ближайшее время. Поэтому это хорошая тоже возможность для того, что если у вас есть проекты на такой ранней стадии с украинским партнером, их можно будет поддерживать и разрабатывать. Следующий слайд, пожалуйста. С этого года Украина также присоединилась к Европейскому фонду поддержки кино Евримаш. Долго-долго мы шли к этому. Но все же это состоялось. И вот уже на последней сессии два кинопроекта, это фильм «Носорог» Олега Сенцова и фильм «Спас» Максима Наконечного получили эту поддержку. Так что это тоже возможность для совместной реализации кинопроекта. Следующий слайд, пожалуйста. Также программа «Креативная Европа», членом которой является Украина, но членом в ограниченном формате. Это значит, что в основном для украинских операторов культурных поддерживаются только образовательные программы, кинофестивали и так далее. Тем не менее, несколько картин получали уже поддержку «Креативная Европа» в качестве партнеров. Эти фильмы вот сейчас на экране. И это также одна из возможностей для того, чтобы реализовать проект. Конечно же, ведется работа над тем, чтобы Украина стала полноценным членом программы «Креативная Европа». И тогда эти возможности, надеюсь, будут все же расширены. Следующий слайд. Сейчас был пересмотрен бюджет программы «Креативная Европа». Это не совсем тема нашей сегодняшней встречи, но, думаю, что полезно будет знать, что бюджет был увеличен. И на все-все программы он сейчас составляет 2,2 миллиарда евро. Можно далее. Спасибо вам всем. Буду рада ответить на вопросы. Хотя, конечно, вопросы стоит официальным лицам задавать по поводу именно деталей и планов конкретно государства по поддержке киноотрасли и копродукции в частности. Юлия, спасибо большое. Напоминаю, что вопросы можно задавать, поднимая ручку, либо же оставлять в чате, и я их озвучу. Также мы ждем вопросы от наших зрителей в Facebook. Так, вопросов пока нет. Юлия упоминала о кэш-ребейтах и о том, что украинский проект сейчас проходит процедуру кэш-ребейта. Хочу отметить, что следите за новостями наших вебинаров на Facebook-странице онлайн-платформы ZGMDB. Мы уже договорились с проектом, который как раз сейчас проходит полностью эту процедуру, что проведем вебинар и детально расскажем о том, как все происходит по факту в Украине. Есть вопрос у Аллы Качкова, Данна. Я хотела бы задать вопрос непосредственно для продюсеров из Казахстана. Какие требования с точки зрения культурного, с точки зрения истории существуют ли при, например, подаче на миноритарную копродукцию с Украиной? Миноритарная копродукция, как в любом формате, как по практике других фондов, подразумевает некое участие. То есть это может быть актерский состав, это может быть техническая группа. Здесь не настолько четко выписаны критерии, что обязательно должна быть история связана. То есть это минимальное участие, миноритарное участие другой страны в основном проекте, который может быть реализован другой стране. А есть ли примеры, возможно, уже состоявшихся в проектах, о каких суммах в данном случае миноритарных может идти речь при таких вот копродукциях? Да, я сейчас открою. Уже вот недавно прошел 14-й питчинг Госкино. И, собственно, в миноритарной копродукции 8 проектов было поддержано. Суммы достаточно разные, то есть суммы были от 300 тысяч евро, ну и выше. От 300 и выше. Спасибо большое. Спасибо, Юлия, спасибо. Если у нас нет больше вопросов, мы перейдем к части питчингов, презентации проектов со стороны Украины и Казахстана, которые могут быть интересны для копродукции. Напоминаю, что все заявки, которые подавались, будут оформлены в каталог и распространены между всеми участниками, а также по продюсерам рынка, как Украины, так и Казахстана, для того, чтобы поддерживать связь и, возможно, найти партнерство. Было отобрано 4 проекта, 2 из них из Казахстана, 2 из них из Украины. И мы начнем с проекта из Казахстана, и Анна Качко его представит. Да, я с удовольствием представлю проект, который называется «Утро». Это женская команда, которая у нас сегодня здесь присутствует. Режиссер Жанна Толинды и продюсер Анастасия Алдебергенова. На мой взгляд, это очень интересная тема и как раз вот такая настоящая копродукция, связанная с историей, в которой и Казахстан, и Украина играют большую роль. Поэтому передаю слово Жане и Анастасии. Спасибо большое. Всех приветствуем еще раз. Можно запустить презентацию, и мы параллельно начнем говорить. Постараемся успеть в 7 минут. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Алдебергенова, и для начала я хотела сказать, что это очень круто, что страны сотрудничают, и появляются такие собрания. Возможности. Круглые столы. Да. Когда мы думали о Казахстане и Украине, возникла идея, связанная с картиной «Утро», которая была написана Татьяной Яблонской, киевской художницей, советской киевской художницей, в 1954 году. На картине изображена ее дочь, Лена, и она символизирует хрущевскую оттепель. 1954 год, после смерти Сталина, новые времена. Картина сразу стала популярной и появилась в школьных учебниках и как репродукция во многих советских квартирах. В том числе и в жизни, в квартире и в жизни одного мальчика из советской Алматы, казахстанца Арсена. Она висела в его комнате, и он даже говорил, что он влюблен в персонажа из картины. Прошло время, он поступил в Питерский вуз и влюбился в свою одноклассницу. На каникулах повез его в Алмату знакомить с родителями и со своим родным городом. И когда девушка увидела эту картину, она спросила, у тебя тоже есть эта картина? Он говорит, да, глупо, наверное, но я был влюблен в эту девочку. Она сказала, нет, не глупо, просто автор этой картины моя мама, а я изображена на ней. Вот эта история нас вдохновила, и Жанна дальше расскажет. Это реальная история, они в итоге поженились, они жили в Алмате, также у них родились дети. И мы захотели эту историю, мы не захотели ее иллюстрировать, мы решили, как ее можно адаптировать в наше время. И вот, собственно, история, следующий слайд. Это история девушки, которая живет в Алмате, она режиссер документального кино, родилась, живет, но она никогда особо никуда не выезжала, но ее страшно вдохновляла эта история, этой картины. И вдруг пандемия, она остается без работы, и она решает на последние свои деньги собрать и поехать в Киев снять документальный фильм про эту картину. И первое, что она делает, она отправляется в Киев, получается, увидеть это окно, это дом. Этот дом находится по адресу Большая Васильковская, 46. Но по ошибке ее отправляет таксист, ее везет в село Васильково, это 1200 километров от Киева. Но там есть своя история, как она в итоге ехала, почему. То есть очень много каких-то моментов происходит в пути. Но основная такая линия, что она встречает в этом, получается, в этом селе, она встречает Яна Саксуровича и встречает Никиту. Это вот главные три героя фильма, которые ведут всю вот эту линию, скажем так, продолжительность всей картины. Их путь начинается, когда они начинают, то есть она понимает, что она не в Киеве. Можно следующий слайд. Она понимает, что она не в Киеве, и ей нужно как-то добраться до Киева. Выход такой, что Ян Саксурович предлагает, он говорит, мы как раз едем в Киев вот с Никитой Камазистом. Денег у нее особо нет, потому что она отдала очень много денег тому таксисту. И выхода нет, она соглашается, в общем-то, ехать в путь. Вот начинается эта история трех людей, где раскрываются герои совершенно с разной стороны, то есть находят точки соприкосновения. Это история каждого человека и как они меняются в этой поездке. Естественно, Майя, наша главная героиня, она рассказывает про картину «Утро». Наши попутчики также вдохновляются этой историей. И вот следующий слайд. Следующий слайд. Это реальная история. Можно еще следующий слайд сразу поставить. Просто я хочу… Понятное дело, нет смысла рассказывать. Можно еще слайд дальше перекрутить. Всю историю, очень много моментов происходит. Можно еще дальше. Я так наперед все рассказала. Еще дальше. Вот этот момент, вот отрывок, почему именно его я указала, это как такой решающий кулинационный момент. Никита, машина ломается в дороге, Никита чинит эту машину. И весь испачканный, грязный. Он говорит, я хочу искупаться в озере. Там рядом озеро. Так как у него нет сменной одежды, он раздевается догола и прыгает в воду. Ян Саксурович и Майя, они как бы с осуждением смотрят на парня, но вдруг в какой-то момент их охватывает зависть. А Никита, он еще подначивает тем, что соблазняет, скажем так, большой водой. И в какой-то момент Майя понимает, а что, почему бы нет, почему бы не искупаться. Она тем более проделала такой путь, очень сложный. И она тоже раздевается и прыгает в воду. В этот момент Ян Саксурович, он уходит как бы из кадра, скажем так. Но что-то тоже в нем ломается, и он решает тоже искупаться, и он тоже прыгает в воду. Почему я показала именно этот отрывок из всей картины? Здесь абсолютно нет эротизма, да, скажем так. Потому что этот момент, он описывает страсть к жизни, то есть именно страсть к природе, к любви, к обнулению какого-то каждого нашего героя. Ян Саксурович, это на самом деле очень один из ключевых героев нашей картины, потому что он едет в Киев на операцию на самом деле. Он едет на операцию, но в итоге, можно в следующий слайд, в итоге в пути он много разговаривает, много думает и находит какие-то ответы на свои вопросы, скажем так. И вот они когда приезжают, можно в следующий слайд, они приезжают уже, едут ночью в машине, Ян Саксурович спит, и в этот момент Майя, смотря в окно, она задает такой вопрос, а кто создает такие сюжеты? И поясняет, я как бы поворачиваюсь к Никите, я про картину «Утро». Никита, как бы так, свойственно его манере, потому что он у нас такой уверенный парень там в себе, у которого тоже своя история, он говорит вселенные, утром они добираются до этого дома, вот этот путь закончен, они подъезжают к этому окну, смотрят на это окно, прощаются и расходятся. Как бы вроде бы история этих людей уже не пересечется, да, они как бы разошлись. Но мы показываем спустя время, мы показываем, что Ян Саксурович не пошел на эту операцию, он увольняется, едет, увольняется со школы, забирает свою семью и отправляется в путешествие по Украине. А наша героиня, главная героиня, она все-таки снимает документальный фильм, и мы хотели бы на самом деле снять документальный фильм, это, знаете, как бы был бы фильм в фильме, скажем так, где она в итоге презентует в Алма-Ате, презентует эту картину, документальный фильм. И когда происходит уже премьера этого фильма, после показа, зрители себя смотрят, и как-то из зрительного зала слышится вопрос, скажите, а кто создает такие сюжеты? И вот как бы расходится такой, скажем, зал, она поворачивается, стоит Никита, и Майя отвечает вселенные. Я вот как бы так очень скомканно, наверное, попыталась рассказать историю, но основная такая, это, знаете, такая камерная работа сама по себе, где в основные три героя, но эти три героя, они меняются вот за сутки. За сутки меняется что-то внутри, меняется именно отношение к жизни, к пониманию того, что сейчас, и особенно почему именно в пандемию эта картина, она актуальна, потому что понимание того, что жизнь, она сейчас. То есть вот это момент любви к тому, что сейчас с тобой происходит. И если ты хочешь что-то сделать, делай это сейчас, потому что завтра просто может не быть. И вот эта картина, она вот именно об этом. И, конечно, очень хотелось бы показать красоты Украины, да, потому что они пока не едут в пути, этот КАМАЗ, это какие-то остановки, это какие-то приключения, какие-то события с ними происходят постоянно. И мы показываем, как человек находится в природе и насколько он на самом деле гармоничен, даже в каких-то вроде бы несуразных сюжетах, ситуациях. Вот, вроде бы все. Спасибо большое. Не знаю, успела за 7 минут. Попытали, да, на самом деле почти успели. Спасибо большое. У нас есть вопрос. Жанна, во сколько вы оцениваете физический продакшен вашего проекта? Ну, 250. То есть в финансовом плане это вопрос получается. Правильно я поняла? Я так понимаю, да, у нас вопрос от Али. Али, возможно, вы включите звук и зададите вопрос в более детальном? Потому что физически, физически, как? Очень сложно сейчас ответить наверняка. Нужно больше времени. Без маркетинга. Ну, 250 тысяч. 250 тысяч долларов. Ну, или как это, долларов, да, наверное, как-то считали. Но мы на самом деле не подводили прям такую детальную смету, мы не подводили. Потому что проект был создан, он, знаете, импульс пошел после вашего вот этого взаимодействия. Мы начали думать, а как это можно сделать, а как Украина, Казахстан, что это может объединить. И поэтому детально мы еще сметно не подсчитывали. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вопрос от меня. А есть ли таймлайн проекта, когда вы планируете его снимать по времени? Ну, да, я думаю, скорее всего, это где-то лето, потому что хочется показать. Сама картина, она светлая. То есть она такая светлая, и это вот такой летний, весенний период, знаете, вот мне кажется, вот в этом контексте. Потому что даже картина «Утро» была нарисована тоже летом. И вот, собственно, картина «Утро», она и задает весь тон всей нашей картины. То есть это все вот атмосферу, да. Вот если посмотреть на эту картину, можно и почувствовать, в каких тонах будет выполнена, скажем так, работа. Спасибо большое. Есть ли у нас еще вопросы? Так, вопросов у нас больше нет. Спасибо большое за презентацию. Мы переходим к следующему проекту. Это украинский проект «Джинтоник» с прекрасным названием. Продюсер Белла Терзи и режиссер Виктор Масляев. Приключенческая комедия с элементами фэнтези. Очень интересно послушать, как видят реализацию такого интересного жанра наши продюсеры и режиссеры. Так, вижу Виктора. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас 7 минут. Напоминаю. Спасибо большое. Второе, мы с Виктором территориально в разных местах, поэтому, может быть, если есть возможность, там нас двоих вывести. Нет? Ну, хорошо, тогда я буду. Значит, во-первых, спасибо вам большое за возможность. Могу говорить? Да-да-да, начинайте. Во-первых, спасибо вам большое за возможность и за вообще эту инициативу, потому что, мне кажется, это очень важно. Очень многие продюсеры у нас сейчас как бы направлены. Netflix, Европа, все туда бегут. А у нас, собственно говоря, и рядом есть неплохие соседи, с которыми мы могли бы делать замечательные проекты. Поэтому спасибо вам большое за эту прекрасную возможность. Я сейчас постараюсь поширить экран. Секундочку. Видно? Да, все видим. Видно, да? Прекрасно. Значит, мы сейчас… А как мне это убрать? Сейчас уберу. Секунду. Одну секунду. View. Full screen. Вот так мы сделаем. Значит, мы представляем сегодня наш проект Gin Tonic, компания PSB Films из Украины и компания Ayo Cinema из Казахстана. Это… Сейчас, секунду. Попробуем. У нас полнометражный фильм. Это приключенческая комедия, собственно говоря, практически для любого возраста. И привлекательность этого проекта заключается как раз в том, что это один из немногих проектов, которые направлены на широкую аудиторию. Ну, у нас иногда очень часто бывает авторское кино, еще какое-то. В нашем случае это фильм для широкой аудитории. Его хронометраж мы спланировали 90 минут. Мы хотим компродакшен Украина и Казахстан. И предварительный наш бюджет без маркетинга – это 1 миллион 600 тысяч долларов. Дальше я передам слово нашему… А, нет, сейчас я представлю команду сначала, извините. Значит, сценарий Романа Разенгурт. Он у нас из Украины. Режиссер Виктор Масляев. Он с нами сейчас и будет говорить через несколько минут. Я, Белла Терзи, продюсер. И продюсер со стороны Казахстана Данияр Ибрахимов. Роман и Данияр сейчас тоже с нами на онлайне, но они ничего говорить не будут. Дальше я передаю слово Виктору. Виктор, слышишь меня? Да, ребятчики, привет. Да. Буквально два слова о себе. Ну, я думаю, ребята из Украины, из Казахстана меня знают, многие, которые смотрят. Поэтому всем привет, кого я знаю, и очень рад познакомиться с тем, кого не знаю. Собственно, в бизнесе я 16 лет, снимал клипы, рекламные ролики, очень много. Не буду об этом говорить, я думаю, ребята знают, для меня они по-настоящему. Что меня привлекло сразу в этом сценарии? В том, что я давно ждал возможности приложить свою руку к кино. И очень хотелось сделать это в том жанре, который мне бы нравился. Я понимаю, что есть огромное количество граней у кинематографии. Но мне всегда, я вырос на фэнтези, сайенс-фикшн и многих вещах, связанных с воображаемой реальностью. Поэтому мне очень хотелось начать свою, скажем так, кинематографическую деятельность в большой форме. Как раз с проекта, который объединял бы жанры магического реализма, развлекательного кино и фильмов для широкой аудитории. То есть, мне хочется, чтобы этот фильм смотрели и был интересен и детям, и подросткам, и их родителям. Я сам вообще фэн этого жанра, и мне сразу вспоминались такие фильмы, как «Маска», «Индиана Джонс», «Приключения Паддингтона». Вот этими фильмами я всегда болел, постоянно пополняю себе коллекцию. И у меня есть очень хорошая лакмусовая бумажка из моего сына, 8,5 лет, с которой мы все это часто пересматриваем и мониторим. И я вижу эти реакции. То, что интересно было мне, когда я был мальчиком, в принципе, интересно ему и сейчас. И мне интересно это, как взрослому дядю. Собственно, эти цели и задачи мы и ставим себе в данном проекте. Я коротко скажу о сюжетной линии. Очень жаль, что с нами нет, вернее, с нами есть онлайн, но нет возможности слова. Ромер Зимгуту, который написал эту замечательную историю. Но я вкратце расскажу о ней. Для меня это, в принципе, история о сюжетной линии очень проста. Это археологические раскопки. Татьяна, студентка археологического факультета Киевского. У нее есть, естественно, уже какая-то своя жизнь. Есть парень, но она понимает, что это скорее синица в руке, чем журавль в небе. Но все говорят, что хороший выбор. Наверное, так и нужно сделать, потому что и богат, и красив, и, в общем-то, есть будущее. И, в общем-то, все в дамках. Но что-то на душе кошки скребут. И, благо, она оказывается на раскопках, где находит кувшин. На раскопках в Казахстане в данном случае. И здесь я часто бывал в Казахстане на съемках. И грех было бы не использовать эти великолепные натуры, эти видовые съемки. Вот Анна показала замечательный фильм о локациях Казахстана, который, в принципе, без слов говорит о том, что это замечательная локация, в которой можно найти, замечательная страна, в которой можно найти самые разные локации. Итак, она находит кувшин. Естественно, там оказывается молодой джин, который спасает ее из неловкой ситуации, раскидывая людей. Мы, опять же, вовлекаем сюда и элементы экшн-кино, и элементы боевых сцен, которыми, в принципе, я на разном этапе, будучи 10 лет зарубежным вторым режиссером, имел возможность работать. Поэтому есть опыт в постановке очень разных таких моментов. И, в конце концов, он предлагает ей, чтобы он быстрее мог спрятаться в свой мир джинов, загадать три желания. Но, опять же, здесь проявляется украинский характер Татьяны, которая медлит с этим решением и говорит, ладно, поехали в Киев, а там разберемся. Таким образом, джин оказывается между двух миров. Параллельно рассказывается история о том, как... Мы дополнительно рассказываем, как все устроено в мире джинов, почему это так и так далее. Какая иерархия существует в этом. В результате, оказываясь в Киеве, между ними завязываются, скажем, теплые отношения. Таня понимает, что, возможно, это и есть выбор ее жизни. И для меня здесь, опять же, те движущие силы, которые движут нашими героями, это возможность остаться здесь и, опять же, отказаться ли от вечной жизни ради любви, что тоже достаточно сильное мотивационное подкрепление для героя. Естественно, здесь есть еще... Я не буду вдаваться сейчас в подробности, потому что времени для этого, мне кажется, не очень много, да и неуместно это будет. Есть, конечно, антигерор, который появляется в нужное место на сценарном хронометраже, который оказывается профессором Таневого факультета, который представляет древний орден магов, которые охотятся тоже за вот этой силой джинов, которые способны перемещаться между мирами и влиять на реальность. И профессор тоже ключевой такой персонаж, потому что, в общем-то, как говорил профессор, по-моему, Мамардашвили на заказнании у нас, его цитировал наш мастер, что трещина расколовшегося мира прошла через сердце Дон Кихота. Вот точно так же трещина расколовшегося мира проходит через сердце нашего профессора. С одной стороны, он искренне любит то, что делает, и, с другой стороны, он понимает, что у него есть жажда и амбиции власти и мирового господства. Но, в конце концов, он все-таки, этот перелом действует на него в человеческую сторону. Он понимает, что, может быть, он перегнул палку в этом, и все-таки он больше ученый, нежели зеленый. И помогает нашим героям. Парень, который был у Татьяны, в свою очередь, он всегда мечтал о жизни вечной и становится джином. Собственно, вот такая вот канва. Я кратенько пройдусь еще по тому, как я это вижу по-режиссерски. То есть, опять... Одна минутка буквально, извините, одна минутка буквально, да. Вы уже тайминг немножечко превысили, поэтому еще одна минута и минута на вопросы. Хорошо, ребят. Итак, жанр нашего фильма – это приключенческий экшен с элементами романтической комедии и магического реализма. Фильмы-референсы, естественно, можно перечислять вечно, но это, опять же, «Маска», «Индиана Джонс», «Приключения Паддингтона», «Агенты Анкл», «Брюс Всемогущий», «Пятый элемент». И коротко скажу о том, что, естественно, каждый режиссер будет цитировать великих классиков, когда презентуют свой проект, и это нормально. Но за 16 лет в съемке, в частности, рекламы, даже если говорить о рекламных проектах разной величины и сложности, ты постоянно сталкиваешься с тем, что есть ограничения бюджета, нужно находить точки соприкосновения работы с постпродакшеном. Поэтому здесь для меня это еще и вопрос правильного выбора стилистического. Например, если один из моих любимых режиссеров – это Жако Вандермель, и если посмотреть его фильмы, я говорю, ну, прежде всего, «Восьмой день» – это очень старый фильм его, один из первых, и «Новейший завет», например, то если почитать историю, то это, в принципе, история мирового господства. Есть бог и есть антибог. То есть, грубо говоря, мы говорим об очень глобальных, таких магнифицированных вещах. Но в то же время это показано очень стильно, интересно, и ты реально веришь в эту историю. Я думаю, что секрет нашего проекта будет заключаться как раз в том, что мы выберем правильное стилистическое решение с художниками и арт-департаментом, и операторской группой. И сделаем это интересно, захватывающе, и в то же время не будем полагаться настолько на постановку каких-то голливудских эффектов, которые, возможно, нам и не сделают фильм. Спасибо большое, Виктор. Скажи, если есть вопросы, вы можете либо поднять ручку, либо же написать ваш вопрос в чате. Так, у нас есть комментарий, что очень интересная стилистика. Вопросов пока у нас нет. Я хочу извиниться, простите, у меня все время залипает видео, я не могу понять, была ли презентация там из наших 20 страниц, или вы видели только две страницы? Мы видели, по-моему, 7 страниц, презентация была. Я думаю, что мы предоставим возможность расширить также презентации на всех участниках полные. Хорошо, спасибо большое, потому что у меня все время что-то подлипало тут, извините. Возможно, да, ваш интернет. Спасибо большое. Мы переходим к следующему проекту, это уже последний наш проект, украинский проект, драма под названием «Генеральный». Я приглашаю соавторов проекта, Брилев Арсеньев, Брилева Ольга и Владимир Стеценко презентовать ваш проект. Добрый день. Я не знаю, как нас видно. Владимир, Владимир, вы с нами сейчас? Два свидания еще, Владимира пока нет. Не видим. Владимира пока нет. Ладно, я надеюсь, он сейчас просто, надо сделать такое короткое, печальное предисловие, что не так давно вчера, позавчера, умер человек, который был во многом вдохновителем нашего проекта, Александр Викторович Дегтярев, генеральный директор КБ Ю, КБ Южного, знаменитого ракетостроительного конструкторского бюро в Днепре. И вот Владимир был на прощании, и я рада видеть, что он сейчас с нами все-таки, и что мы вместе начинаем эту презентацию. Ну что, поехали? Значит, это художественный фильм, который называется «Генеральный». и мы с моим постоянным соавтором и сыном Арсением, просто сценаристы, которые совсем недавно дебютировали в полном метре, и этот фильм еще находится в стадии препродакшена, и Владимир Стаценко, ученый, ракетчик, человек, проработавший на КБ Южную жизнь, тоже наш соавтор и со-сценарист. Мы посвящаем этот фильм памяти Александра Дегтярева, директора КБ имени Янгеля. И сам фильм, ну, его можно принять за биопик о Янгеле, но на самом деле это более широкая история. Это история о покорении космоса, это история о работе над военными ракетами, это история о срез времени 60-х годов Советского Союза, это история о Байконуре, потому что где бы мы были без Казахстана, без Байконура, с этой космической промышленностью и с этой космической наукой. И самое главное, это история драма, личная драма Михаила Кузьмича Янгеля, генерального конструктора КБ Южная, изобретателя и создателя многих из этих ракет, и история его соперничества с другим великим конструктором Сергеем Королевым. Немногие знают, ну, вернее, наоборот, многие знают Сергея Королева, человека, который запустил Гагарина в космос, человека, который фактически создал советскую космическую программу. Мало кто, кроме Днепропетровцев, знает Михаила Кузьмича Янгеля, потому что Михаил Кузьмич был наглухо засекречен, он занимался военным ракетостроением. И поэтому мы хотим рассекретить его жизнь, рассекретить его драму. И начнем мы с самого драматичного момента в его истории. Итак, Байконур, 1960 год. Площадка 43, 24 октября. Готовится к запуску ракета Р-16. Случилась беда. Ракета взорвалась на старте. Погибли десятки людей, в их числе Маршал Неделин, несколько ведущих конструкторов. И, естественно, для Янгеля, который возглавлял этот проект, это была огромная трагедия и огромный удар. Этот удар отнюдь не смягчил тогдашний глава государства Никита Сергеевич Хрущев, потому что это был человек, как мы знаем, ну, прямо, скажем, хамоватый, не то чтобы резкий, а так, что прямо хамоватый, который, ну, и был довольно темпераментный и скорый на расправу. Так что вопрос стоял о том, остаться ли Янгелю не только во главе каких-то проектов, каких-то КБ, но и остаться ли Янгелю вообще на свободе. И вот на этом остром моменте мы возвращаемся во времени назад. 50-й год. Янгель – молодой сравнительно специалист. Ему всего… Ему еще нет 40 лет. Его назначают в ОКБ-1, где работает уже Королев. Возникает очень острая ситуация. С одной стороны, Королев был заключенным, работал в так называемых шарашках, перенес каторгу, перенес пытки. Этот человек очень… Это его характер превратило в… Ну, он жесткий, он суровый человек, он надломленный человек. И вот к нему назначают, переводят из авиации Янгеля, который является образцовым плакатным мальчиком Советского Союза. Он родился в сибирской деревне, он переехал в город, сделал… У него безопречное крестьянское происхождение, он работал на заводе, то есть был еще и пролетарием, выучился в авиационном институте, стал конструктором. Словом, он сделал партийную карьеру. Словом, это вот такой вот идеальный советский человек. Естественно, между ними вспыхивает соперничество. Как бы на словах внешне это соперничество из-за того, какую конструкцию двигателя для ракет делать. По сути, это соперничество из-за того, что Королев не может примириться с тем, что этого партийного выскочку посадили ему на голову ни с того, ни с сего. Королев на тот момент как бы такой человек несколько старой закалки, то есть он считает, что нужно просто делать ракеты наподобие тех, которые им поставляют. Которые взяли в трофейной в Германии ракеты Вернера фон Брауна. Да. Он считает, что лучше не изобретать ничего сверху. А в то время как Янгель, он мечтатель, он хочет что-то создать новое, продвинутое, необычное. А главное, он бывший авиатор, он не ракетчик и он мыслит out of the box. Он мыслит нестандартно. Да. Нестандартными категориями. Но они не могут ужиться друг с другом. И в конце концов... Важно отметить, что Королев как бы видит в Янгеле этого идеалиста, которым раньше, по сути, сам тоже был, но сломался по ходу жизни из-за множества неприятных случаев. Из-за трагедий, прямо скажем. Из-за трагедий, да. Но у Янгеля, в отличие от него, все получается. У него есть связи. Ему всегда удается получить добро на свои проекты. Дело не только в связях, дело еще и в партийной карьере. Потому что Королев, как бывший заключенный, не является членом партии. И те вопросы, которые Янгель может решать по партийной линии, это для Королева закрыто. В конце концов, начинает саботировать заседание Янгеля. А, Янгеля еще как бы... Он последний плевок в лицо. Янгеля назначают его начальником. Через его голову. Это была нестерпимая ситуация для Королева. Он начинает саботировать. И в конце концов, правительство разводит их по разным углам. И Янгель фактически требует этого. И его отправляют в Днепропетровск. Где тогда только начиналось строительство Южного машиностроительного завода, при котором организовали ОКБ-586. ОКБ на тот момент руководил Будник. Снова сложилась эта неловкая ситуация, когда, так сказать, парашютиста из Москвы назначили начальником к человеку, который тут уже что-то сделал и поднял с нуля. Но, в отличие от Королева, с Будником они сработались. Предполагалось, что ОКБ будет ракеты делать для Королева. Ракету Р-11, которую разрабатывают в качестве уже межконтинентальной баллистической ракеты, носителя советского ядерного вооружения. Но Будник по своей инициативе начинает разработку ракеты нового типа. Вот тот самый конфликт из-за двигателей, в общем, с новым двигателем. И Янгель ускоряет этот процесс. Он подбрасывает идеи, он как бы находит покровителей и делают ракету Р-12. Королев на тот момент уже плотно освоил космическое направление. И когда он запустил первый спутник, он стал человеком номер один в ракетостроении советском. И вот фильм у нас, он про это их противостояние, где они постоянно думают что-то новое, чтобы доказать себе и соодно своему конкуренту, что они более опытные и... Более прогрессивные. Более прогрессивные конструкторы. И что они смогут привести человечество к более светлому будущему. Да, спутник стал мировой сенсацией. И авторитет Королева в космонавтике... Одна минута, пожалуйста. Да, сейчас. Становится почти непривлекаемым. Королев не верит в ракету Р-12. Он очень скептичен. Он говорит, этот карандаш не полетит. Но, тем не менее, Р-12 успешно стартует и ракету принимают на вооружение. Затем ракета Р-14. Еще один успех. И вот у нас все это в разгар Холодной войны. То есть у нас не просто личная драма двух конструкторов и их соперничества. У нас еще соперничество двух государств. И СССР требует все больше и больше межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому Янгеля торопят с запуском Р-16, торопят к юбилею Октябрьской социалистической эволюции. Система не до конца отработана. Все сырое, но требует запускать, требует торопиться. Это приводит к трагедии. Катастрофа 1969 года. И вот наступает момент, когда судьба Янгеля зависит от Королева. Когда Хрущев звонит его конкуренту и спрашивает, что с ним делать. Но Королев проявляет великодушие и говорит, это могло быть и со мной. Все нормально. Он должен продолжать работать. И несмотря на инфаркт, на личные проблемы, Янгель восстанавливается и восстанавливает ракету. Дальше. Дальше. Новый успех Королева. Гагарин. Триумф. Космос. Королев теперь... Ситуация переменилась. Теперь Королев золотой мальчик советского правительства, а Янгель наглухо засекречен. О нем никто ничего не знает. Его работа никому неизвестна. Дальше. И вот наступает момент, когда Королев предлагает Янгелю вместе работать на лунную программу. Янгель соглашается, здесь они достигают примирения с ракетой Н1. Но тут судьба подносит последний удар, Королев умирает. К сожалению... Да, ну тут мы фактически заканчиваем нашу презентацию. Да, мы на этом заканчиваем. Вот тут наша команда. Давайте задавайте вопросы, мы с Афсением и Владимиром на них ответим. Большие вопросы, опять же, в чате можно задавать, можно писать мне, либо же, опять же, поднимать ручку. Отвечен вопрос Андрея Саярко, который уже пропущал. Значит, Андрея спрашивает, какую роль Украины вы видите в этом проекте. Но я хочу сказать, что мы хотим восстановить, в общем-то, определенную историческую справедливость. Дело в том, что роль украинских ракетчиков в мировой истории развития космоса, в принципе, недооценена. Дело в том, что была такая поговорка, Королев работает на нас, Янгель работает на нас. Ну, было продолжение поговорки по поводу Челомей, я не буду сейчас ее озвучивать в эфире. Дело в том, что успехи советской космонавтики, естественно, и украинской, и российской, которые, в общем-то, сейчас, они невозможны без той школы, которую заложил Янгель, который был учеником Поликарпола. Заложил Королев, естественно, который, в общем-то, и это целая история, это драматическая история, драматичная, которая началась еще во времена сталинских препрессий, вот, и вылилась, ну, естественно, запуск первого спутника, запуск первого человека в космос, и, надо сказать, боевые ракеты, которые разрабатывал Янгель, они тоже были конверсированы в космические ракеты, потому что это первая ракета, которая создалась, это было потом, на ее базе создали мирную ракету космос, которую запустило несколько тысяч штукников, эта ракета сейчас лежит у нас на физико-отеческом факультете, студентами на нее ходят, смотрят на нее, вот, и не зря, и работы Янгеля, естественно, были продолжены генеральными конструкторами Уткиным, генеральными конструкторами Комиховым, Дегтяревым, с которыми мы сегодня прощаемся, к сожалению, я буквально пять минут назад вернулся с прощанием, с этим достойным последовательным делом Янгеля, вот, и надо сказать, что ракета «Занит», которая была разработана тоже, заложена еще и компонентами Янгеля, получила высокую оценку, и, ну, сам известно, Иоанн Маск сказал, что, в общем-то, ракета «Занит» – она из лучших ракет в мире, ну, понятно, что он добавил потом после нее, но до сих пор ракета «Занит» является, в общем-то, самым мощным, самым экологически чистым носителем в мире, в общем-то, и мы хотим, чтобы, ну, вот эти истории и развития получили... Спасибо большое, да, спасибо большое, Владимир, за развернутый ответ. Мы переходим к последней части, немножечко уже по таймингу опаздываем, поэтому переходим к последней нашей части, это кейс-стади, то есть пример реализации успешного проекта, проекта, который уже был в прокате в украинском, это фильм совместно к продукции Украины и Казахстана «Тарас. Возвращение». Сначала мы просмотрим трейлер фильма, после чего передадим слово продюсерам, известным украинским и казахским продюсерам, это Владимир Филиппов и Сергей Азимов. Пока, включайте, пожалуйста, трейлер. Перед вами личный представитель командующего, поручик Стефан Иоганнович фон Верт. Шевченко государь помиловал, а вы хотите, чтобы он остался здесь на велочину? Он даже в ряду опасен. Царь звели в мане! А я же кузаку побегу тебе. Если он сбежал, шпицерутанов ему не миновать. Прочь! И резь! Безумей! А потому что я в России всех этих шпицах! Господин Фанферт назвал шпицерутаны варварством. Что? Не он себя трилляет! Вашего сокарали! А смели спросить, где мусульманин? Раг отбит. Много водки вчера сожрали. Дай похмуриться. Это им, так сказать, в назидание. Хочешь? Птахирует пустоты. Хочу. Зачем вы меня рисовали? Вы помилованы царем и мною. Что за цирк? Извольте объясниться. Желаю говорить с вами в более камерной обстановке. В воротах форта торчало. Хочешь что-то приятное от шифтинки? Мы не до дома требуем. Тоди втекай! Они тебя живы не оставят. Спасибо большое. Я надеюсь, все увидели трейлер, потому что были комментарии, что не видно. Я передаю слово Владимиру Филиппову и Сергею Азимову, которые расскажут в течение 10 минут о том, как они смогли успешно реализовать проект коопродукции Украины и Казахстана «Тарас Возвращение». Добрый день, коллеги. Я не знаю, Сергей на связи или удалось его подключить? На связи был. Да. Меня слышно? Да, Сергей, доброго дня. Рад видеть вас. Рад видеть вас. Взаимно. Взаимно. Да. Вот. Ну, я буквально два слова представлю Сергея. Казахской стороне представлять Сергея не нужно. А для Украинской стороны представлю, что это один из крупнейших казахских кинопродюсеров. В свое время возглавлял казах фильм как генеральный директор. Создал огромное количество продуктов. И я очень счастлив, что мы именно благодаря его содействию и участию задействовали возможности Казахстана. И сняли фильм в Казахстане «Тарас Повернани», «Тарас Возвращение». У нас было две сессии. Одна сессия проходила в исторических местах, где непосредственно на Солдачине в ссылке пребывал Шевченко, это на Мангистау. Вторая сессия проходила под Алма-Ата. Более подробно о всех этих возможностях расскажет Сергей. Но я еще раз подчеркиваю, что вся аутентичность и все те призы за операторскую работу, которые Александр Кристаллович получил на нескольких кинофестивалях, это в первую очередь заслуга самого Казахстана, ну а естественно, как его представителя в нашем фильме Сергея. Так что я передаю ему слово. Пожалуйста, Сергей. Спасибо, Владимир. Ну, я думаю, что у картины сейчас складывается парадоксальная ситуация, потому что, по моим отрывочным сведениям, Украина, украинский зритель принял эту картину. Она пользуется успехом. Но Казахстан об этой картине практически сейчас почти ничего не знает, потому что это была инициатива государственной кинематографии Украины в лице министерства соответствующих ведомств. С казахской стороны это была частная инициатива молодых продюсеров, которые вышли на меня, предложили мне эту тему. Естественно, я не мог на нее не откликнуться, потому что это связано с землей, с моими корнями. И как бы в народной памяти Тарас Григорьевич Шевченко, человек тому краю Мангастау, человек непосторонний, его знают, его помнят. И в честь его называют казахских мальчиков его именем. И это вообще уникальная территория в плане изобразительного потенциала. Это фантастические пейзажи. И, конечно же, то, что мы смогли помочь нашим украинским коллегам дважды организовать киноэкспедицию. Я как бы окончательного варианта картины не видел. Но то, что я увидел, это сработало на плюс вашей картине. Сегодня я бы хотел заострить свое внимание на том, что, имея фильм, мы с вашей помощью, дорогие коллеги, должны его в условиях пандемии прокатать в Казахстане, донести его до казахского зрителя. И в этом смысле, конечно, если мы не сделаем казахскую версию, если мы не используем административный ресурс возможностей Министерства иностранных дел вашей и нашей страны, контакт соответствующих киноведомств Казахстана и Украины, Министерств культуры двух стран, мы сможем снова констатировать, когда очень многие картины, хорошие картины, нужные картины, востребованные картины остаются невостребованы зрителям. И в этом смысле, конечно, вот сегодня, на мой взгляд, украинская сторона должна проявить инициативу, изыскать какие-то средства, потому что на стадии съемок картины мы выложились до конца, мы использовали все наши связи, все наши контакты, чтобы эти две экспедиции завершились успешно. И в этом смысле, я думаю, что это не предмет подробного разговора на сегодняшнем круглом столе. Но если мы этого не сделаем, то мы поступим, мягко говоря, неразумно. Вот мое такое краткое эмоциональное обращение к моим украинским коллегам, потому что я думаю, что современное поколение, к великому сожалению, знает плохо наших великих поэтов, наших духовных пасторей, пастора, да, по-русски, правильно, пасторов, духовных учителей. И в этом смысле, конечно, я сейчас не берусь судить о качестве художественном и смысловом картины, но то, что для самого Шевченко в его судьбе, в его творчестве, в его жизни Казахстан сыграл очень большое значение, и то, что он просто выжил, это вот какие-то такие вещи, о которых современный зритель должен знать. Я думаю, что в определенной степени эта картина отвечает тем этим вопросам, которые нужно продвигать, которые нужно, так скажем, как это русское слово, сейчас скажу, не пропагандировать, а заниматься просвещением, в хорошем смысле слова. Все, спасибо. Спасибо, Сергей. Смотрите, я со своей стороны буквально еще скажу о прокатной судьбе фильма. К сожалению, действительно, мы попали в эти сложные часы пандемии, потому что прокат был запланирован на 2 апреля этого года, и буквально за неделю, даже меньше дней до проката, когда уже была сделана роспись и началась рекламная кампания, все было приостановлено, потому что прокат был полностью закрыт, кинопрокат, и это, естественно, привело к большим и финансовым, и моральным потерям, потому что мы смогли возобновить кинопрокат только 29 сентября, и, естественно, некоторые зрители перегорели в ожидании фильма, а некоторые просто побоялись пойти в кинотеатры, потому что, как не смешно это звучит, самое безопасное место, в общем-то, кинотеатры, где уборка идет после каждого сеанса, оказалось для людей в человеческом сознании самым опасным местом в пандемии. Я так понимаю, Анна, я к вам сейчас обращаюсь, что кинотеатры в Казахстане вообще сейчас закрыты, и кинопроката в Казахстане как такового не существует. Формально они открыты, но что на самом деле не берется ответить никто. Понятно. Просто почему я спрашиваю про кинотеатры в Казахстане, потому что на последнем Берлинале мы как раз-таки с главой казахского госкино, извините, не помню имени, Анна и вы были при этом разговоре, мы говорили о возможности поддержки проката Тараса возвращения в Казахстане, о том, чтобы сделать действительно и казахские субтитры, потому что в фильме есть украинский язык, который непонятен, его нужно дублировать и какую-то поддержку оказать именно для кинотеатрального проката. Владимир, мне кажется, если эта тема возможно восстановить это общение, я бы с удовольствием вернулся бы к этой теме, ну и на самом деле вот Сергей рядом с вами, рядом я имею в виду территориально, может тоже продолжить эту тему. Со своей стороны мы после кинотеатрального проката сейчас фильм идет на нашей интернет-платформе СВИТ-ТВ, очень успешно идет, в общем-то, как ни странно, намного лучше пользуется смотрибельностью, чем даже в кинотеатрах. Для зарубежного зрителя у нас есть платная платформа ВИМИО, то есть тоже есть ссылки, и также мы сейчас ведем переговоры с международными дистрибьюторами о его продвижении по той, скажем так, нашей уже обычной схеме, которую мы проработали по фильму «Червон» и по фильму «Антон» с нашим канакским селс-агентом. Вот буквально, я думаю, что до Нового года эти переговоры закончатся, и в следующем году фильм выйдет уже в международные, ну как минимум, интернет-ресурсы. Про кинотеатральный прокат, к сожалению, сейчас очень трудно говорить. Хотя мне кажется, что в Казахстане кинотеатральный прокат этого фильма, ну хотя бы в ограниченном виде, все равно стоило бы сделать, ну хотя бы просто как событие, как премьеру, потому что этот фильм в действительности один из первых примеров большой украино-казахской по продукции, причем в нем задействованы были и государственные деньги государственного агентства, и наши частные деньги как инсайт-медиа, и деньги одесской киностудии, на которой мы очень много проводили съемок, и благодаря им создали и костюмы, многие и все, ну и частные деньги вот Сергея, который просто вот действительно, можно сказать, всеми своими средствами присоединился к проекту и осилил эти две больших командировки и актеров. Да, кстати, из таких практических вопросов хочу сказать, что у нас был очень интересный опыт, это озвучание казахской актрисы Акниед, когда мы вели озвучание всего фильма, она не приезжала к нам, а это, можно сказать, был такой первый для нас опыт интернет-общения, когда в казахской звукостудии была записана актриса, и мы ее потом довнедряли в общее тело фильма. Если есть какие-то вопросы, мы готовы с Сергеем на них ответить. Спасибо большое, Владимир, спасибо, Сергей. Вопросы, если есть, можете задавать сейчас в чате или поднимать руку. Для украинской стороны еще один очень курьезный момент скажу. Во время съемок в Монгуставу мы поняли, что наши понятия о расстояниях по отношению с казахским народом несколько другие. И мы поняли, что близко это 50 километров, недалеко до 150, а немножко надо проехать, примерно может заключаться до 300 километров. потому это я хочу обратить внимание для тех, кто будет отбирать локации, когда вам локейшн-менеджер будет говорить, да тут недалеко, вы уточняете, как это недалеко, насколько это недалеко от того места, где именно вы находитесь и где стоит гостиница. Потому что, поверьте, те съемки, которые у нас были на Мангестау, это был просто удивительный челлендж просто доехать и уехать с локации. Естественно, никакие понятия о том, что смена начинается от выезда из гостиницы работать не могло, потому что одна из самых дальних локаций у нас была мечеть Шакпаката подземная примерно от гостиницы находилось 220 километров и туда нужно было ехать по тем дорогам более трех с половиной часов. То есть мы выезжали в 4 утра для того, чтобы уже на солнце начинать снимать, ну и соответственно приезжали в гостиницу примерно к часу ночи. Между часом ночи и четырьмя утра кто мог 3 часа как-то что-то там хотя бы умылся, ну и опять на смену. Так что имейте ввиду коллеги, что когда будете снимать в Казахстане, да, там очень красиво, но там очень-очень далеко куда-либо ехать. Это надо учитывать во всех графиках. Хотя я очень благодарен Сергею, что когда мы поняли, что нам надо доснимать еще раз Мангастау, он говорит, не надо в Мангастау, поехали. Сергей, я не помню, как называется это урочище, куда мы ездили под Алмата и там очень все получилось ничуть не хуже, чем на Мангаста. Алтен-Эмель. Алтен-Эмель. Да, вот этот Антен-Эмель намного удобнее, потому что там много было уже гостиниц, и не так далеко было действительно ехать. Не так далеко, в смысле, не дальше 50 километров от гостиницы. Вот это такой маленький вам такой разрежающий обстановку. Спасибо большое, Владимир. Очень дельно. Это не везде в Казахстане так, но Мангастау это особенный край, но ссылку отбывал Кабзар именно там, и без Мангастау фильм невозможен был. Никак. Спасибо. У нас еще есть вопрос к вам от Беллы Терзи. Это был ко-продакшн проект, или казахская сторона сервис оказывала? Непонятно из контекста. Просьба уточнить. Это ко-продукция. Мы все съемки большую часть затрат брали на себя. И не только в плане организации съемок, но и костюмы, реквизит, финансирование. Это ко-продукция. Это официальная ко-продукция, но не финансируемая государственными деньгами Казахстана. То есть деньги частные, а ко-продукция официальная. Спасибо. Еще есть вопрос также к Сергею Азимову. Кто делал сервис? Наша кинокомпания Тонарис. Наша частная компания Тонарис, у которой за плечами не только ко-продукция с Украиной, но и съемки такой звезды, как Жерар Депардье, до принятия им российского гражданства. Спасибо большое за уточнение, Сергей, Владимир. У нас уже закончилось практически время. Анна, еще один вопрос у нас был слушателем, мы обещали, что в конце ответим, поэтому попрошу ответить на вопрос и завершальное слово и будем заканчивать. Мирюэр Шалбаева, уточняющий вопрос, какой ежегодный бюджет центра кино и есть ли какие-то лимиты на финансирование картин, каким образом происходит финансирование? Слышно меня? Смотрите, как я уже говорила, объявляется питчинг один или два раза в году, на питчинге впервые в Казахстане были объявлены разные секции, то есть в данном случае, если речь идет о проектах, которые придут из Украины, то это секция копродукции, где может участвовать миноритарное участие, то есть для продюсеров из других стран. На данный момент я не могу озвучить, потому что я не имею такой информации, какая будет сумма на следующий год, она формируется, насколько я понимаю, в данный момент, и мы очень надеемся, что весной следующего года будет объявлен следующий питчинг, и также вам всех советую выходить на сайт, вот как раз буквально несколько дней назад мы опубликовали информацию о том, когда планируется следующий питчинг, и какие возможные условия, и так далее. Надеялись на то, что питчинг будет объявлен этой осенью дополнительной, второй, но в связи с пандемией, с тем, что большое количество поддержанных проектов на прошлом питчинге еще не состоялись, было перенесено все на 2021 год. Спасибо тебе большое, если есть еще что сказать нашим участникам, буду очень благодарна. Анна. Ну, я со своей стороны хотела сказать спасибо большое всем, кто участвовал, спасибо тем проектам, которые представили, и надеюсь, что это продолжится, и к этим проектам присоединятся партнеры из той или с другой стороны. Мы со своей стороны будем очень рады предоставить какие-то контакты, дополнительную информацию, конкретику, да, в каждой ситуации есть наши имейлы, контакты, здесь есть представители моей команды, международные, из Центра поддержки национального кино Казахстана. Также хочу сказать спасибо Владимиру и Сергею, Владимиру Филиппову и Сергею Азимову, что поприсутствовали, и я, в общем-то, помню и хорошо знаю ваш проект, и поэтому сразу предложила, чтобы вы как-то рассказали, и спасибо именно за ту реальную информацию, потому что мы понимаем, что ко-продукции это дело непростое, но оно важно, интересно, особенно, когда вот такие персонажи, как Шевченко, это очень, мне кажется, важно, чтобы этот проект увидели и в Казахстане, и чтобы у него как-то сложилась достаточно хорошая история. Мы видели из ролика, что это очень интересное и качественное кино, так что хочу пожелать этому фильму хорошего проката. Всем спасибо большое, спасибо Аня, спасибо Юлии Сенкевич, и надеюсь, что это просто начало, потому что, в общем, наша задача, да, это связывать наши страны, есть очень много точек соприкосновения, хотя бы по тем людям, которые сегодня к нам пришли, записались, мы понимаем, что интерес есть большой, поэтому очень надеюсь, что это будет продолжаться и жду вопросов, запросов на контакт и так далее. Так что давайте дальше общаться и работать. Спасибо большое, Анна, спасибо большое всем участникам, я напоминаю, что мы составим каталог всех проектов, которые были поданы, распространим его не только среди участников, но и среди продюсеров, как Украины, так и Казахстана, и видеоконференции у нас будет оставаться также на Facebook-странице онлайн-платформе The GAMDB, поэтому можете распространять также и ваших коллег. Как Анна обещала, мы также в каталоге включим основные контакты для связи и надеюсь, что вам было полезно. Спасибо всем за участие и хорошего дня. Спасибо, ребята, хорошего дня. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok